надо будет ждать пока она обкатается водой всю плитку сняли а это архаичная постройка один литр стоит 2 рубля добро пожаловать на мой канал меня зовут таня и это мой блог о крыме и сегодня из поселка приморский этот поселок территориально относится городу феодосии я вам его уже неоднократно показывала поэтому все ссылочки на предыдущие видео из этого поселка я оставлю в описании ну а сегодня я вам хочу показать новую набережную которую открыли буквально недавно в этом поселке и Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, давайте с вами прогуляемся по новой набережной поселка Приморский. Я предлагаю начать не с начала, а с конца. Что хочется отметить мне по поводу пляжей в Приморском. Мне они нравятся. Вот этот пляж в особенности я здесь когда-то купалась. Здесь достаточно пологий вход. То есть, если вы сюда едете со своими детками, то это в самый раз. Вот, хотелось бы спуститься на этот пляж, а никак не получится. Только если через пирс. То есть, надо будет вот так обогнуть пирс и пройти вот по этим камням. Какие сегодня красивые облака. Здесь стоит кафе. Конечно, можно будет пройти через него. Но опять же, я думаю, что когда-нибудь это хозяину надоест. И вряд ли он согласится на то, чтобы люди здесь постоянно проходили мимо. Конечно, очень повезло вот этим всем гостиницам, которые находятся прямо возле набережной. Не знаю, возможно, даже ценник поднимут. Из-за такого удобства получается вот гостиница и сразу пляж. Очень удобно. Здесь высадили деревья. Для меня пока это просто прогулочная зона, потому что, как видите, фонари здесь не установили. Я даже не вижу места для фонарей пока что. Также нету скамеек, лавочек. Надеюсь, что к лету это все установят. Как видите, сделали лестницы. Можно подняться и пройтись. Поверху. Что еще хочу отметить, набережная довольно широкая. Обратите внимание. Поэтому, если устанавливать даже фонари, то они должны быть очень такие мощные, чтобы могли осветить всю вот эту территорию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здесь уже галька и довольно крупная. По всей видимости, недавно засыпали пляж. Надо будет ждать, пока она обкатается водой. Я спустилась поближе к воде и здесь уже щебень обтесался. Видите, совсем гладкий камень. И там будет скоро то же самое. Ну как скоро? Понадобится минимум год. Да, конечно, босиком по таким камням особо не походишь. Я надеюсь, что летом здесь постелят какие-нибудь тропинки для удобства людей. А вот и пандус. Опять же, да, какая-то тропинка здесь должна быть к морю, потому что в любом случае будет неудобно сюда заехать на коляске. Еще хочу обратить внимание на то, что пандус тут деревянный. В тактильном плане это, конечно, приятно. Он не будет греться на солнце. Он не скользкий. Но с точки зрения долговечности, такой пандус продержится, наверное, не больше одного сезона. На первый взгляд может показаться, что волны до сюда не доходят. Но как минимум брызги сюда долетают. Вот вам как пример соляные потеки, которые уже образовались. И постепенно они разъедают древесину. Я в последнее время взяла такую привычку брать с собой термос с чаем. Потому что когда ходишь, снимаешь, это может быть и 5, и 6 часов. Тем более, когда холодно, то хочется выпить чего-нибудь горячего. Не всегда под рукой стоит какое-то кафе или та же кофишка. Поэтому чай в этом случае очень даже спасает. Пришлось одеть шапку, потому что солнышко зашло за облака и стало как-то попрохладнее. Что еще хочу сказать. Поселок Приморовский. Это небольшой поселок, но тем не менее, здесь проживает 10 тысяч человек. Как по мне, это не так уж и мало для Крыма. И некоторые из вас под моими видео задаются таким вопросом. Что делать людям в таких небольших поселках в Крыму? Если говорить об этом поселке, то летом, конечно, люди сдают жилье отдыхающим. А в целом ездят на работу либо в Феодосию, потому что здесь она находится недалеко, всего лишь 20 минут езды на автобусе. Либо же ходят на работу на судостроительный завод. Он здесь тоже есть, действующий. Он производит суда на подводных крыльях. Давайте с вами поднимемся по этой красивой лестнице. Хорошо сделано. Интересно, что это за камень. Здесь тоже, видите, небольшой кусочек возле гостиницы выложили плиткой разноцветной. Опять же, гостиница. А там уже дальше идет бетонированная дорога. Это прогулочная зона, так называемая набережная. Несколько лет была закрыта. И я долгое время, когда приезжала в Приморский, не могла понять, что же здесь все-таки строят. И вот, как видите, сделали набережную. Это уже старая набережная, если можно так ее назвать. Здесь, как видите, везде находятся разные здания. В основном это кафе. Работают только летом. Сейчас на пляжах людей особо вы не увидите. Но летом здесь достаточно много людей. Но, кстати, место свободное вы найдете здесь всегда. Продолжение следует... Я надеялась на эту столовую, что она хотя бы будет работать. Но нет. Ни одно кафе на набережной сейчас не работает. А это архаичная постройка. Очень сильно выделяется на фоне всей набережной. Важный вопрос. Это причалы, которые, я так думаю, не ремонтировались. Бог знает с какого времени. Но я слышала о том, что уже есть какие-то проекты по ремонту этих причалов. И будем надеяться, что скоро мы увидим новенькие причалы. Как на южном берегу Крыма, так и в других частях Крымского полуострова. Здесь летом обычно стоят лежаки с навесами. Люди загорают и купаются прямо здесь. Не знаю, насколько тут может быть безопасно. Потому что, видите, одни штыри торчат. И такая вся береговая линия вплоть до того забора. А там, где вы видите корабль, находится тот самый судостроительный завод. Вот здесь, когда поднимаетесь с набережной, находится небольшая площадь. И, как видите, здесь всё поснимали. Там лежит дальше плитка. Сейчас мы туда с вами подойдём и посмотрим. И тоже делают ремонт. Это не может не радовать. Это аллея роз. И красные розы, и жёлтые, и розовые, и белые, и лиловые. Боже, какая красота! Вот такая вот плитка здесь раньше лежала. Я обязательно здесь вставлю фотографии, либо видео, как тут всё выглядело летом. А сейчас, как видите, всю плитку сняли и будут класть новую. Здесь же находится дом культуры. Здесь лежат новые бордюры. А мы обязательно с вами сюда вернёмся уже после ремонта. Здесь можно приобрести очищенную воду. Интересно сделано в виде колодца. Один литр стоит 2 рубля. Вот такой вот небольшой посёлочек на 10 тысяч жителей. Хочу обратить ваше внимание на то, что везде чисто. По крайней мере, там, где я иду, мусор пока я не нашла. Вот так вот выглядят здешние дома, пятиэтажки. А вот с этой стороны находится золотой песчаный пляж, который прям тянется практически до Феодосии. По соседству находится посёлок Береговое. Там прибрежная полоса, конечно, чуть пошире, чем здесь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А у меня на сегодня всё. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы ещё не подписаны. И увидимся с вами уже очень скоро в следующих моих видео. А впереди будет всё самое интересное. Всем пока-пока.